дело сделано какой приятный голос у тебя стал такой секси прям сижу мокрый от твоего голоса любим тебя приятной игры иллюшенька спасибо спасибо ешь это я ну вот я купил от микрофона go xlr и виллаф games меня скинул свои настройки люди два дня ныли что вы типа ужасно вернее блю эти который сгорел но вот настройки то ужасно и реально губит дико дико и реверберация компрессия 100 я не знаю он видимо очень любит рассусалить свой голос а я вот максимально вырубил все фильтры теперь все пердит шипит зато и так зато нормально удалось проникнуть в имперскую тюрьму ликвидировать валена дретта и не убить ни одного стражник просто превосход это было стелс миссии стабильного вознаграждения я выдаю тебе пример весы безжалостного правосудия весы безжалостного правосудия с собой они магическим образом повышают твою силу интеллект и ловкость но снижают обаяние и пованивают говном что ли ну с другой стороны принципе срать на это обаяние в играх беседки харизма интеллект обаяние любая любая фигня связанная с диалогами это всегда full use this шипи то важно только то как ты бьешь тебя ждет особый контракт контракт требует инсценировать убийство человека приговоренного к смерти берешься все за улыбка можно сделать так чтобы он летел на самолете а мы его как бы но в самолете будут другие люди как 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 идея и подсмотрел тебе следует отправиться в город коралл и проникнуть в дом франсуа мать и внутри ты найдешь самого мать и в те времена наверное еще не было самолетов может быть дирижабли судя по аркану обречен он должен значительную сумму денег неким нехорошим людям они послали инфорсора чтобы зачем мы за него вписываемся если он умещий ты используешь этот отравленный нож чтобы инсценировать смерть мать иера в присутствии инфорсора мать иеру пришлось заключить с нами особое соглашение ну ладно наверное он что-то пообещал достойное самолетов не было но был истребитель я больше не истребитель я теперь брат мне нравилось погоняло истребитель честно говоря мои дети голодают пожалуйста помоги еще помог ему что ли я прошу всего лишь одну монетку сам корми своих детей не надо было рожать если прокормить не можешь паладин ну да и что так дом фруссо мать иера оказался закрыт сейчас 12 часов дня мне никто не говорил что мать иера иногда не бывает но ой господи невозможно взлом сломан чуваки из-за фпсов или еще из счета я не верю что в оригинале был тут а настолько и блин не он в кошмарах будет снится скоро я не могу я не я не могу просто я согласен с молодым человеком на этом меме но это невозможно просто ну просто невозможно поэтому я тебе рассказал про бесконечно ты не мог бы свой дом открытым держать гнида ты вонючка пердячий продолжаем оттену когда прячущий свое сердце придет сюда я устрою маленький спектакль ты ударишь меня своим отравленным ножом может его реально убить вот этот будет угар после этого тебе нужно бежать издевательство прячущего свое сердце нельзя убивать тогда он вернувшись доложит заказчиком о моей смерти если ты подождешь один день мое тело будет помещено в крипту часовни коррала суши ну прямо отличный квест как будто нас ждет я знаю что ты можешь молить об отчаяния я пришел чтобы взыскать долг моей а кто еще говорит почему они вдвоем это делают вообще на самом деле мне даже интересно он так стоит улыбается что мне прям хочется его кинуть блять вот прям есть строгое желание просто посмотреть как уведут чтобы эта улыбка пропала своего лица о нет что мне делать инфорсер наняты бандитами и ассасин темного братства оба хотят убить бедного франсуа темное братство да ты похоже был очень плохим мальчиком матьер отойди ассасин матьер мой мои наниматели требует его смерти ассасин темного братства пожалуйста не режь меня этим дьявольским ножом похоже бедному франсуа настал конец мы осторожно да за шо о они его захейтили не меня его ну справедливо кстати вот это клу надо началась а он не должен был умирать блин так как их дожди я его убивают у матьера хреново туча вина в доме залутай потом она как рена но мне нужно я бросил пить надо искать крипту крипто крипто это вкуснятина еще он лежит нашел место знаешь здесь похоронены члены моей семьи что наводит меня на размышления о которых я забыл упомянуть раньше мои предки сочтут мое воскрешение осквернением их могил это крипто проклято осквернение заставит моих предков подняться из своих могил и защищать мне что несешь вообще что это за шиза я уже слышу как они идут сюда о боже тетя маргарет как ты плохо сохранилась что там действительно тети маргарет да тетя спать а это о матьер да ты сам неплохо справляешься своими предками царите он во вкус вошел а вдруг это отсылка на фолч типа там мы ищем свою семью не братан мы и так ищем членов семьи в этой игре понимаешь то есть сына только другого мужика дутого города нет других сюжетов кроме как искать чью-нибудь семью семья и вампиры это прям ста процентах его игры есть ну правда в старфилде я не нашел не про семью там тоже есть говно всякое но вот про вампиров я не нашел если кто нашел в старфилде вампиров то я произвожу тебя в ликвидаторы также я передаю тебе этот ключ он открываешь мне дал за заброски литоновый ключ использую этот ход для скрытного и быстрого доступа в это убежище мне его только сейчас дали это сколько мне еще убивать господи я уж пол серодила перерезал неужели тут столько же как на арене это же просто безумие какое-то твое время работы с ним подошло к концу глазки у него красивые ты будешь получать все задания непосредственно от меня в имперском городе живет высокий эльф жизнь которого должна прерваться найти этого эльфа может оказаться непросто тебе это интересно я знала что ты не сможешь устоять твоя цель высокий эльф по имени фэлян он живет где-то в имперском городе и любит длительные прогулки к сожалению это все что мы знаем вылезать через лестницу на 1 смотрите тот город милостив он наградил меня он наградил меня одной загрузкой вместо четырех все окончено сколько веревочки не видится сколько не видится веревочки закончено 40 монет пошла ты за меня штраф платил дайте просто ждать ну очевидно что человек должен пить пиво любой так всех посетителей примерно этого бара я понял может быть все таки на торговую за что у меня нет времени хорошо надо она меня уродиной называла вы посмотрите на нее полагаю он живет в отеле тайбер септим ну я примерно думал именно в этом направлении кабак либо отель дорогой фэлян зачем нужно разрушать нашу жизнь я не фэлян ну ладно пожалуйста я я не хочу показаться слишком эмоциональный но мне кажется я могу доверять тебе я просто не знаю что мне делать с фэляном все о чем он думает что его волнует это скума раньше он был чудесным молодым человеком но он потерял все достоинства день эта история про меня и пиво я следила за ним пару раз хотела посмотреть куда он не мешай малютки нравится ему скум пусть угорает паску затем заходит в дом ларк мира на несколько часов это в эльфийских садах я думаю этот дом заброшен вот почему он хоть с чем-то мне это расскажешь что думаешь что его от сумму буду лечить ну да я вылечу но он уже больше ничего не будет употреблять было кому-то довериться надеюсь мой милый фэлян сможет избавиться от этой заразы иначе проклятая скума доведет его до смерти до смерти его в итоге довела ты вот так вот бабы и работают он теперь этот старый гном это все что те светит мы точно оттуда город сошел сошел аду за что-то за что-то за что-то спелл взлома да да замечательно только знаешь как он качается взломом а или есть есть просто какой-то спелл который на дверь можно кинуть ты имеешь в этом а спелл и скилл это разные вещи все я понял то есть спелл да но мы сначала камень и размутим камень так это че за хрен ты есть тот самый ненаглядный фэлян самолчать вот видали какой скуфи до ночь а между прочим вы видели его телочку видели и арбузы у него есть заларка мира он поход завалил просто чтобы дозу вымутить ой не 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 даже если там меч тысячи истины вся скума этого мира я это говно ломать не буду завалил блин дилера своего там спелл на взлом внутри на взлом очка твоей мамаши рассказываете сказки в других местах про маму лишнее было согласен сейчас еще из темного братства турну за то что мать не уважал это один из пунктов был так контракт далеко на западе промышляет отряд наемников твоя цель их предводитель так это что у города что ли закончилась фантазия а как же какие-нибудь условия и необычный заказ просто убить главаря банды твоя задача проникнуть форт сач найти лекарство рода река и заменить его вот условия я дару я тебе дам следи чтобы тебя не заметили с ядом я дам на щек хочет чтобы все выглядело так будто рода рек умер от своей болезни никто не должен знать никто не должен тебя увидеть арена император сегодня две игры желтые синие синий сильнее желтых но арена бывает часто непредсказуемо синие в разы сильнее желтых последние пять боев желтые слили так что тоже надо ставить на да блин ребят зачем вы переделали бейсбольную пасту в какое-то говно про синих я уже перестал ставить на синих и желтых это невыгодно сущно это казалось совсем простецкой тем даже жаль как малюту родрика он лежит или может быть меня в конце ждут какие-то проблемы на они идут мне навстречу значимым но я в супер скрытном месте это сработало поймать неудачно пошел возможно это ветер а возможно это вихри вихарькова я с радостью выдаю тебе твою вознаграждение и заслуженную премию наряд плута и так это и есть премия скинград и смешаться с толпой обреченных гостей контракт ждет отправляйся в скинград в большой дом известный как особняк сами вот мне интересно а люди которые в принципе не приемлют убийства как они играют они просто забивают на темное братство или вырезают из всех одного за другим если тебя застукают за совершением преступления а премии можешь забыть гости верят что где-то в доме спрятан сундук с золотом и согласились быть запертыми в доме пока кто-нибудь из них не найдет его гости думают что ключ от особняка находится внутри этого сундука только удовлетворив свою жадность они смогут выйти оттуда жалкие дураки естественно никакого сундука золотом не существует гости не найдут никакого ключа после того как ты прибудешь туда слушайте но это прям как у агаты кристи помните не той которая пела про она тебе как на войне а у писательницы книги не касается вэл флит он объяснит тебе все остальное ступай блин как же она ждет а 10 тэн тэн да-да-да-да 12 это другое это 12 это фильм с этим с брюсом уиллисом был 12 обезьян я все путаю все время достать ножи но это уже потом сделали все всегда вдохновляется классической литературой and little boys да каефония от квеста со всеми болтает к меня же закроют там совсем зачем мне с ним болтать их просто перебью все последний гость наконец прибыл я скажу тебе тоже что сказал остальным ты входишь я закрываю дверь ты не сможешь выйти пока все не закончится убей всех гостей а затем выходи я не хочу распускать слухи ладно он честный человек не хочет распускать слухи блин я вот задумался о том что игра амунгаз так круто взлетела и появились все эти игры где надо вот так вот убивать людей на нет прибыл лучше поздно чем никогда по какой-то причине все забыли за шип а прикольная была игрушка в свое время как бы то не матильда петит можно хотя бы познакомиться я матильда петит остальные нельс порочный не вид до весе дран и приманка песен дран а кто ты пожалуйста как минимум двух из них зовут как футболистов на вилл и петит мой ребенок болен а мы так бедны ох бедняжка мне даже стало как-то неловко я хочу найти это золото не меньше других но ты нуждаешься в нем значительно больше чем я хорошо ладно давайте сейчас пока посмотрим что вообще происходит мне не нужен топор достаточно грязные шлюхи я довеси я очень рада встрече с тобой что думаешь про старушку я не очень хорошо знаю ее наконец и ты здесь давно пора люди моего этого я убью с особым удовольствием что думаешь продавец и грани красиво правда слишком юна возможно и не очень высокого происхождения на обладаю согласен старушка это старуха она невыносима мне кажется она вбила себе в голову что мне нужна материнская забота или что-то вроде того она жестоко заблуждается давайте попробуем как-то подклеится продолжай иногда он поглядывает на меня и улыбается думаю он положил на меня глаз если нельс найдет золото быть может ему все понятно она уже не секрет что прямо происходит нашла себе боюсь он никогда не заинтересуется такой девушку малютку он не скажет им нравишься он сказал это о боге что же мне делать поговорить с ним или притвориться недотрогой или может ну ну лучше ну прямо сейчас давайте ты так думаешь я имею ввиду что это слишком поспешно ну видите она оказалась шлюхой я буду ждать его в его комнате наверху поэтому она и умрет такая вроде неплохая девчуля но она захотела своя мохнатка захмутать мужика причем есть равно какого и тот и другой как бы ей норм ну здорово убийство клянусь бородой с мира мне нужно а как-то слухи быстро распространились да я не могу поверить что она мертва видите ее тело лежащим там как будто опять повторилась история с моей она тоже была шлюхой да это бедная девочка мертва какая жалость но думаю теперь она не сможет искать золото а старый крг одним темным эльфом в мире меньше и одним соперником в поисках золото тоже это бретонская она она бритоните ты одна из старейших обычная император аристократических фамилий да хотя и норды тоже расисты здесь вообще все расисты это самая расистская вселенная после арканума так но ее никуда не заманить когда я взглянул в лицо до весе я как будто посмотрел в лицо моей дочери я но ты трахнул я чувствую себя она еще тепленькая была и и опять похоже она расстроена убийством но есть кое-что еще мне кажется она рада что охотников за золотом стало он опасен блин он прочитал всех несмотря на то что он алкаш мне очень интересно где был невиль когда в соседней комнате убивали человека может он был занят поисками сундука золотом или может он стоял рядом с жертвой держа руку на рукояти кинжал а пусть ими не вводит тебя в заблуждение несколько лет назад я выпил слишком много а в таверне было до шлюшка ладно зови меня просто нэлс ну и остался один какой-то хмыль который он спит еще блин и дай смысл с ним базарить если он спит руина а в чем руин лучшие моменты не будет даже так сейчас что-то изменилось но я убил не вели я так понимаю методом исключения был самым сильным бойцом среди нас и все же он был тихо и быстро убит соседней комнате вы все стоите здесь я постоянно туда хожу кто же его убил похоже на работу жадного до золота гостя среди нас есть убийца он короче слишком опасного надо выводить следующим из игры он все практически знаешь с тобой дружище я не знаю что мне теперь думать она выглядит старый и слабый но ведь это никогда не останавливало убийц правда ни на секунду не сомневаюсь что убийцы может оказаться она надо да да это она конечно старая баба позволь мне задать тебе вопрос друг зачем прямо вообще прибыл сюда всем остальным нужные деньги может быть убивать людей ради прикола может ему было да да может он решил окунуться в атмосферу низшего общества а может он хорошо обученный убийца нанятый прикончить нас всех блин бабка на второй этаж забирает из нас убили дорогой друг дорогой друг здрасте двое из гостей лежат мертвые если я найду того кто сделал это чем больше людей погибает тем более надоедливой становится матильда она следит за мной как бабка за несмышленым внуком если убийца опять нанесет удар он окажет мне услугу если выберет он уже подговаривает меня шлепнуть бабку следующий как в мафии если честно я не уверен что ему можно доверять он много пьет но в нем что то есть короче школьник отлитая если это возможно блин бабка вернулась так только смерти где алкаш мне нужна его аналитика мне я подсел на нее мне нужна его аналитик он спать лег блин чувак вставай не хочу тебя резать но ты конечно придумал блин друг мой пожалуйста береги себя трое из нас я уже видел подобные смерти но он алкаш с другой стороны ему надо прилечь я уверен от стресс пришедшими в нашу деревню извини мне нужно выпить нас осталось только трое ты и я согласен убийца остается только эта старуха пусть тебя не обманывает ее внешность матильда сильнее чем кажется она хладнокровно убила всех остальных а теперь попытается убить и нас я не собираюсь сидеть погоди погоди мне надо узнать мнение бабки на этот счет дед блин бон побежал сам ее вырубать чувака стой где бабка надо ее предупредить блин она наверху оказалось он уже зарезал или нет куда ну чё ребят мы никогда не узнаем то на самом деле думала бабка а куда ушел этот хрен теперь слушайте бабка расистка была самой бодрой ведь наверняка она предложила бы убить его какой-то смешной форме а если бы бы воящийся оставил еще последний против нее вот эту мразь то было бы еще смешнее куда он слился папку зарезал и я горит не убийцы а в подвал нырнул я даже не знал что здесь подвал есть мы сделали это друг мой убийца мертв этот кошмар почти закончился все что нам нужно сделать теперь это найти да она есть одна проблема все гости мертвы никто такие таки не все гости мертвы и никто таки и не узнал что убийцы я теперь мне нужно вернуться в убежище получить у ачивы свою награду и премию да когда провернул такое дельца действительно становится обидно что по факту то я один знаю кто реальный убийца все остальные умерли потому что и я их убил что поделать даже захотелось какую-то мафию поиграть что ли или во что-нибудь такое алкаша жалко на самом деле всех кроме бабки по-своему жалко кроме легионера про него ничего не знаю как все они были неплохие ночные убит но ты помнишь адамуса филиду вредителя из имперского легиона его время пришло ему пора в пустоту к сетису я могу поручить тебе эту задачу я вот скорее мы помню после двух-трех убийств пошел сюжет именно самого братства здесь еще только заказы что ли так и будут это как арена по сути только с убийствами заказными будет сюжет когда он начнется я уже устал убивать четыре часа убиваю убиваю реально шли 30 заказов охереть просто адамус филида потратил всю жизнь на расследование деятельности темного братства мешая выполнению контрактов и убивает членов нашей семьи мы пытались убрать филиду но уже три раза мы терпели поражение он могущественный человек и его окружали могущественные союзники но теперь годы службы этой свиньи подошли к концу вышел в подставку коп пошел на пенсию чем когда-либо но мы его убиваем но чтобы получить приставить сообщение только убить передать привет это с нами сообщение заморочились прям даже не знаю смогу ли все это сделать но я попробую конечно звучит прям это последнее предупреждение убирайся или я арестую тебя да ухожу ухожу белосемейная да понятно у солдафонов это всегда чё баб нет так я не понял чё все двери теперь на замке салют 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 дайте еще четыре часа подождем можно он спит когда другие солдаты встают какая-то такая херня за что чудо наверное он да вот когда они спали вместе в обнимочку он взял ему присунул в жопу или того вот он мой шанс пацаны боги здесь больной псих стой преступной отроди же хорошо так погодите а чё это был за рассказ про стрелу который убьет его с одного выстрела это что гоя в прогрев что ли он в броне ты в броне да он снял броню вот вот теперь он в броне извини друг но тебе нельзя здесь да да такой шанс был мне показалось что так все красиво замутил это ты привет здорово чуваки я слушаю тебя да иди иди куда ты идешь а спиной одеяло да блин ну нет у меня спинного одеяло я бы накрыл его конечно попка блин чем так это стыдно даже за свой внешний вид нас так ну я надеюсь они его идут куда-нибудь в баньку трахать и там он снимет свои сраные доспехи или спинным одеялом его накроет ну это же бред и я стрелой должен попасть которая его убивает с того раза когда он снимает доспехи но я же попал в голову которая была без его гребня бред жаль сэр мне нечего есть виска скупи что новенького никогда недавно мне повстречались гобли противные мелкие твари даже виды этих твари добрый день до свидания я слушаю тебя граждане ток мне про гоблинов не затирай иди раздевайся я очень занятой человек наслаждаюсь своей отставкой если ты этого не знаешь так почему бы тебе не удалиться чем заключается его наслаждение отставкой с вам продолжает солдафонами тусить дед не отставка не какая-то херня полная по факту он занимается тем же самым сейчас он просто трется в кабаке присел там может этот хрен мне подскажет чем этот старик его легко охранять каждый день одно и то же он посещает прибрежный пост делает заплыв заплыв какой-то но он идет заплывать ты забу и отличный телохранитель да не все такие охранники телохранителя я слушаю тебя да иди 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 ну ё-моё но это вряд ли баня или публичный дом блин ой иди поплавай маня сколько он там будет сидеть еще там еще там еще там несколько часов пердел в коморке вылез идет идиот идиот толкают моего коня он уже плавал поскольку да не он сейчас идет плавать и уверен он он пошел плавать смотрите вот там бассейн мне кажется с утра да и с утра он в башне сидит блин я же начал следить за ним с утра вот блин чуваки поплыл козел старый блин хмырь блин загорелый на точку найти откуда меня не видно это она чё меня заболели будто бы и нет ни хера у него ключей а чё луна попик то за что так луна попик взбешен все-таки он видел так надо валить отсюда канате отсюда пока не поздно опять в тюрьму согласен все дороги туда ведут как на меня должен должен быть ключ на 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 стой тогда заплат ё-моё это этот стол все окончено сколь веревочки не виться заплати штраф или я упеку 50 лан плачу жаль у меня была надежда что ты окажешься против урачок солдафонский это пальчик подкинуть не более того провернули такое дельце и так быстро справились практически без сучка и задоринки тебе причитается премия 500 золотых ты за этот геморрой лучше его палкой забил сити знает твой отдых заслужен так ну все на сегодня хватит на самом деле стриму шесть часов идет вообще сколько опыта за это дают кущин что вообще она вообще не сдвинулась была где-то вот здесь сука я больше не могу сколько еще этих да это правда это реально 13 заказов еще 13 еще я сделал раз 29 мне кажется я уже не человек я брат ночи но серьезно это какой-то перебор ну это реально перебор что на арене 30 человек перебить что в этом братстве это прям ну я не знаю можно уже восстановиться вау да вот это контента завезли их но зато очень интересно знаете очень интересные квесты недаром говорят что это топ фракционный костер да раньше тот умел конечно навалить вот это ну это конечно вау я такого еще не видел ни в одной рпг это велика это как войну и мир читать я бы сказал дайте посмотрим что пишут вообще что что пишут в обзорах люди мне нравится отзыв по отзыв был сменен написано проведено 20 часов игре переобуваясь в воздухе когда я рекомендовал эту игру мой мозг был оккупирован калом душная совершенно неинтересная игра с убогим геймдизайном и рожами всех нпс включая гг душнятина начинается через 10 минут игры продолжается до самого финала никогда не найду силы закончить эту игру если покупать то только пожирные скидки в районе 120 рублей именно эта цена заслуженная слушайте надо запомнить эту фразу мой мозг был оккупирован калом вот это мне нравится чувак прям слушайте ребят когда я хвалил старфилд и давал ему 7 из 10 забить мой мозг был оккупирован калом блин дни ну игра кэш просто если бы я мог без того видите я бы сказал свое мнение про обливи он честно и откровенно но я не хочу хейты чтобы хочу чтобы люди дальше приходили на стримы по этой игре но лучше и не скажешь оккупирован калом своя спокойная ночь